сегодня абсолютно спокойная погода была ну прям невероятно после месяца гадостей разных я вот уже сказала было ну прям даже не весеннее почти летняя такая атмосферка и пчелы и цветение и вот мы сверху спускались когда ну до города вроде спокойно все да сейчас не так страшно просто только подошли к морю и волны видим и все сильнее сильнее вот прям точно ощущение как вот нагнетается вот эта вот вся история и волны все больше и ветер все сильнее едва пожилых мужика там встретились слышу разговаривать один другому что это что это началось трамонтана но это вот один из ветров можете посмотреть что это обозначить надо собаками играть волкодавы такие носятся и что я вот кстати пока вы дула я вспомнила историю жужжу жужжу жестко страшно а я знаю тогда по этому и собаку постоянно в городе видим встречая дети отмечали по моему это в австралии у них же так как бы наоборот идет время но не короче ну да погода там и все такое и что они отмечали ну наверное конец полугодия как и у нас сейчас посмотрим а нет сейчас я до расскажу дочка говорит может там на лодочках типа подружка ее вот видите кстати прикол но они ждут такую погоду если будет видно вот на лодочках вышли а я разговаривала с мама этой девочки только что ну как час назад может мы встретимся в городе она говорит дочка вот плавала тренировалась упала за борт вся промокла да но она ее теперь не пускает потому что говорит надо типа чтоб себя пришла ту это школу пропустят много пропустила прикол да какой спорт все-таки особенно для детей перевернешься хрюкнешься на там конечно есть все утепление защита но так так вот что случилось то за границей дети вот отмечали там не привязали воздушный этот надутый этот городок как сказать и он взлетел пишет метров на десять и шестеро детей подлетела в общем пять не спасли один только ребенок из всех недавно вышел аккуратно они ну смотри замажешься ну какой египет пойдем египет песок просеивает и ужасно конечно я вот всегда когда смотрю эти аттракционы или у проверенных людей которых годами или когда знакомых знаю есть лицензия но даже у тех с лицензией когда нет надзора берут же как работников иногда студентов или еще кого-то и столько каждый год происшествий своими глазами видели происходило и у нас на пляже я об этом регулярно рассказывал общем страшно особенно когда дети дети страдают из-за взрослых но того тоже опять на ту же тему как под мне подсунули этот документ я об этом написала явно в группе и почему-то ни один родитель вообще не прореагировал типа как-то спросить дополнительно узнать может не конечно училку потом спрашивали трясли но по ситуации мне показалось что всем пофиг вообще странно так непонятно людей в принципе много сегодня смотрим везде гуляют сказать не так же не скажешь вообще прогуливается пацаны какие-то молодые мы кстати проходили мимо кампуса вот когда я снимала видео до и заезжали какие-то молодые с рюкзаками сумками часто очень спортивные клубы въезжают а я сейчас смотрю и этот кафе на пляже открыли чистят прибирают что-то ставят и красят скорее всего здесь будет какая-то тусовка это краской давание да в общем наверное будет здесь что-то на новый год а спросила я будет ли у нас фейерверки так я вроде об этом сказала но еще раз повторюсь нет говорят типа в этом году фейерверка не будет прикиньте он обычно не 31 30 если вообще бывает и никогда не знаешь будет или нет я спрашиваю а прошлом году я думала что не будет он был красивый прекрасный салют и все такое позапрошлом году мы поехали посмотреть запускание шаров до елки-палки в этом году спросила что вы танки запускание шаров кому нафиг они нужны только срач я понимаю что и салют это же не экологическая тема но шары эти запускать это вообще помог какая-то дурость причем это все так ну по-дурацки проходит говорю посмотрела и пожалела что вообще ждала приезжала мерзла ради этих шариков ладно сейчас городу подойдем чуть смотрю еще вроде недостаточно темно не включили еще эти всякие лампочки подарочки освещение хотела глянуть как это ну лавки все обмотали дать ими полосочками красными это за подушки у нас кто тут спит кто-то встречает новый год сборная 5 звездочек возле отеля 5 звездочек возможно кстати будет открывать а знаете что еще читала в апатии концертов так много у них вообще реально богатая прям культурная программа чайковский концерт в одном из отелей обалденно выглядит красиво там вот сама эта музыка атмосфера свет классно там можно просто свободный вход даже не надо вписываться вперед ну типа это договариваться по количеству людей хотя у нас ограничили сейчас кое-какие сборы на 100 людей максимум так у нас в городе что-то там писала надо заранее вписываться где-то что-то но это неважно короче в апатии вот этот вот концерт только тесты нужны ну типа что ты здоров и ты свободно захожешь за билет ни за что не платишь причем-то крутые отели классные балет из украины щелкунчик вот там не знаю насчет цены ограничений не было тоже ну то скорее всего тест нужен ну вот в апатии очень многие ярмарки и выставки проходят именно в дорогих отелях хороших иногда даже бывает с рестораном соединено и круто выглядит но видите там надо действительно это организовывать я не знаю поедем ли мы вообще в апатию спрашиваю дочки на и да и нет и хочет и них у и не хочет с другой стороны у меня чтобы ехать на автобусе должно пару факторов сложиться могли бы в принципе в эту субботу с другой стороны не хочется и автобус мы теряем больше времени конечно чем на машине я раздумывала даже если парковка не очень дешевая лучше заехать на пару часов аккуратно на пару часов приехать заплатить за парковку там даже за отелем я помню была одна такая нормальная вроде не забита и пару часов три часа провести чего так вот тусить целый день там полдня и все равно потом на машине обратно посмотрим знаете если бы у меня еще там как-то желание было много мы это постоянные подписчики да супер хорошо но особого ажиотажа и просьбу людей по этому поводу не было для себя я как бы могу конечно съездить смогу и не съездить кстати я смотрела очень классные красивые города рядом с нами там карловац еще разные загреб было где-то топ там за 5 типа городов хорошо оформлено даже таких относительно маленьких городах деревнях есть красивые места дворы люди оформляют и везде более-менее хорошие программы с концертами с диджейми один известный певец с ним моя сестра так вот получилось работала в москве и хорватин очень популярны он должен был выступать на концерте одном по моему в сплите и он сказал что там условия такие были что люди ограниченное количество может заходить внутрь ну типа ограниченного заказа самого места где концерт проходит площадь в реке тоже до последнего что-то такое говорили что типа будут ограничивать в итоге они разделили на две части площадь и на двух точках будет проводиться типа встреча нового года так вот этот певец хорватский сказал что он выступать не будет потому что он против того чтобы людей разделяли чтобы там запускали столько-то под определенными условиями типа ему он этого не хочет он не согласен и послал подальше всех чего него деньги есть возможности есть и другой работы валом типа чисто из принципов сказал что нет и . ладно честно и кстати зажгут лампочки у нас уже так солнце село так что может я еще эту ночную красотень посмотрю у нас как это выглядит